МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел республиканский субботник. Вышли в город для того, чтобы помочь коммунальным нашим службам навести порядок после зимы. Где убирали? Первый блин комом. Бобруйская белшина с поражения стартовала в первой лиге. Какой счет? А также посевная 20-21. Денежные переводы и возобновленные рейсы. Белавия начнет летать в российские Жуковские. Когда? Бескорыстный труд. Накануне вся страна наводила порядок. В республиканском субботнике приняли участие более 2 миллионов белорусов. А денег было заработано еще больше, свыше 9 миллионов рублей. Бобруйск, как всегда, генеральную уборку провел масштабно. Подробности у Карина Гуревич. Суббота 9.00. На территории Бобруйской крепости как никогда многолюдно. Уборка в самом разгаре. Здесь выгребают прошлогоднюю листву, убирают мусор и поломанные ветки деревьев. Привести в порядок историческое место после зимнего периода – долг жителей города. Мы в любом случае должны порядок навести в своем городе. И вот сегодня именно неравнодушные люди, которые откликнулись на наш призыв, а тем более это республиканский субботник, вышли в город для того, чтобы помочь коммунальным нашим службам навести порядок после зимы. Территория крепости – архитектурная жемчужина. Здесь проводятся съемки фильмов, реконструкции сражений и археологические исследования. Чистота этих мест – дело чести для бобруйчан. Город убирают дворники, как скажем, каждый день. Здесь такое место очень историческое. Сюда в экскурсии ходят. Ну как это, что будет грязно? Нет. Нужно убирать. Но туристическое место – не единственная точка, которая нуждается в уборке. Коллективы предприятий тоже наводят порядок в родном городе. Одна из локаций – излюбленное место парочек и родителей с колясками. Лесопарковая зона между Минской и Ланькова. Прошлогодняя листва уже собрана и готова к отгрузке. Настроение отличное, шикарное, можно сказать. Все улыбаются, все довольны, все радостны. Это объединяет наш коллектив и в целом по стране. Я думаю, везде проводятся сейчас такие мероприятия во главе с нашим президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем. Я считаю, что это правильный момент нашей трудовой всей этой дисциплины. Республиканский субботник – это особенный день как для всей страны, так и для города. В обручании проявляют заботу о своем доме, наводят порядок там, где будут прогуливаться теплыми вечерами. Здесь каждый вносит вклад в благоустройство малой родины. Быть неравнодушным к тому, что тебя окружает – важная черта характера беларуса. А любовь и забота о доме – показатель славянского духа. Настроение замечательное, погода сегодня радует. Ну, вообще, красота вокруг. Собрались навести порядок на нашей территории, на прилегающей территории к нашей больнице. Также у нас есть санитарные дни. Кроме Республиканского субботника мы стараемся поддерживать чистоту вокруг в идеальном состоянии практически. В Республиканском субботнике приняли участие более двух миллионов беларусов. Собрано свыше девяти миллионов рублей. Напомним, в этом году все заработанные деньги направят на укрепление материально-технической базы медучреждений и ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Лобовое столкновение. В субботу в Бобруйске столкнулись ВАЗ и Рено. Оба водителя госпитализированы. На место аварии выехали несколько пожарных расчетов и бригада скорой медицинской помощи. Знак, запрещающий обгон. Сплошное и ограничение скорости. По словам очевидцев, все эти правила дорожного движения были нарушены на Титовском мосту в субботу. Около трех часов дня здесь произошла страшная авария. Лоб в лоб сошлись ВАЗ-2101 и Рено-Лагуна. ГАИ, медики, спасатели на месте ДТП работали специалисты всех служб. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя копейки. Оба автомобиля теперь больше напоминают груду металла. У копейки в смятку абсолютно вся передняя часть авто, как снаружи, так и внутри. Водителю лагуны повезло немного больше, сработали подушки безопасности. Столкновение было такой силы, что ВАЗ-2101 отбросило прямо на отбойник. Оба автомобиля теперь отправятся на кладбище машин. Участников же аварии забрала скорость, сейчас они под присмотром врачей. На асфальте виден еще тормозной путь. Приблизительно 15-20 метров. Это все улики для экспертов. Сейчас с материалами дела работают специалисты. Они должны дать правовую оценку произошедшему. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Денежные переводы, экологичные авто и прохладный апрель. К концу недели в Беларуси температура начнет понижаться. Сколько будет за окном? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси на этой неделе завершится севра Нехеровых. В лидерах Брестская и Гомельская области. Приближаются к финалу аграрии Гродненского и Минского региона. В Могилевской области засеяно более половины запланированных площадей. Из-за погодных условий отстает пока Витебский район. Также все регионы приступили к севу сахарной свеклы и льна, на очереди кукуруза. Нацбанк изменил правила денежных переводов. Нововведения повысят их удобство и востребованность, а также позволят расширить перечень предлагаемых услуг. Деньги можно отправлять при помощи устройств самообслуживания, мобильных приложений, а также через обращение на официальные сайты банков владельцев соответствующих систем. Белавия возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля. Они будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из Минска планируется в 18.05, из Москвы в 20.05. Полет займет 1 час 25 минут. В стране к концу 2021-го, по прогнозам экспертов, на дорогах появится больше электрокаров. Всего будет порядка 7,5 тысяч авто. В целом, в прошлом году продажи легковых машин на мировом рынке упали на 14%. Зеленым транспортом ситуация обратная. К слову, при наличии инвестиций Беларусь может полностью выпускать собственный электрокар. Развитие экологичного транспорта предусмотрено и госпрограммой на ближайшие пять лет. В Беларуси к концу недели похолодает. Понижение температуры, по данным Белгидрометы, начнется с пятницы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. По северо-западу с мокрым снегом. Выходная температура воздуха ночью составит от минус двух до плюс четырех. Днем 5-11 градусов выше нуля. Ощущение холода усилит порывистый ветер. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 887 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 345 110 человек. ПЦР-тест на Коя 19 для выезда за рубеж теперь можно сделать и в Бобруйске. Такое исследование проводит Зональный центр гигиены и эпидемиологии. При этом сдача теста производится только по предварительной записи. Забор материала проводится ежедневно с 8 до 11. Результат на русском и английском языках выдается при предъявлении паспорта. Первый блин кома. Бобруйская белшина с проигрыша стартовала в первой лиге. На Прокопенко принимали пинскую волну. С первых минут шинники взяли мяч под контроль. Но все попытки огорчить вратаря пинчан были безрезультативны. Зато гости преуспели в голевых потугах. На 30-й минуте после розыгрыша углового мяч залетел в сетку ворот красно-черных. После перерыва в Бруйчане принялись восстанавливать статус-кво. Но горячий пыл хозяев поля остудил трояков, сделав счет 2-0 в пользу волны. Такие цифры на табло сохранились до финального свистка. Южане увозят три очка, а белшины остаются ни с чем. Во втором туре наши футболисты примут Новополоцкий нафтан. Начало в 16.00 на садионе имени Александра Прокопенко. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА